приветствую вас дорогой наш подписчик или гость нашего семейного канала это рубрика английский для водителя дальнобойщика и я приглашаю вас на седьмой урок сегодня мы еще рассмотрим некоторые ключевые слова по теме проверка пневматической системы тормозов или air brake system check час 3 назовем это так и это будет все пока мы будем двигаться дальше к новым темам прежде чем мы приступим к уроку я опять же хочу вам напомнить что подпишитесь на наш канал если вы еще не подписались и обязательно нажмите на колокольчик чтобы искусство других выпускаемых видео пишите всегда комментарии если вам что-то непонятно особенно по урок это вопрос какие-то переводе потому что не все примеры я могу перевести в этом видео чтобы него не затягивать то вы пишите комментариях я буду рад вам помочь еще пару слов об этом курсе это очень интенсивный курс скажем так я не даю базовые знания английского языка все базовые знания которые вам нужны я оставляю в описании под этим видео вы должны заниматься сами вы должны много учить сами в описании видео я оставляю уроки грамматические уроки от лучших преподавателей на мой взгляд скажем так где или если не лучших преподавать то скажем так тех ютюберов которые очень хорошо выложили эту тему и я считаю что не нужно ее еще раз повторять или что-то придумывать какое-то новое посмотрите позанимайтесь повторяйте я даю скажем так этот курс для тех водителей которым уже нужно приступать скоро к работе ли быстро освоиться на этой работе хотя бы знать какие-то основные моменты ключевые слова которые помогут вам дальше въезжать в эту тему и быть скажем так профессионалом в этом деле в новой стране для вас канаде или в европе или в австралии так дальше ну а теперь давайте а приступим нашему 7 7 уроку и так начинаем наш седьмой урок английский для водителя дальнобойщика проверка пневматической системы тормозов airbrake system check час третья первое словосочетание которое мы рассмотрим to inspect foundation brakes to inspect foundation brakes вот слово foundation я выделил как вы можете его правильно читать я поставил транскрипцию учитесь читать транскрипцию это очень важно потому что это вам показывает как вот здесь мы читаем в этой в скобках мы читаем слово так как она вот написана по он потом а ударение идет перед тем слогом дейшн это знак шина читается как а ша наши да то есть шины foundation brakes проверять основные тормоза и даем несколько примеров как употреблять это слово словосочетание в предложениях чтобы вы имели понятие или вы будете видеть это предложение тоже книжках английском языке по именно по воздушным тормозам я брэк систем 2 3 types of foundation brake systems есть три типа систем основных тормозов дыра вот эта конструкция еще то есть маново на принципе ничего на русском языке так мало заметно но мы может быть переводить есть или существует дыра 3 types of foundation brake system и вот или еще один пример inspect all foundation inspect да то есть проверяйте то есть мы учим упоминали это слово очень важно когда вы будете сдавать или учиться вот такие слова знаете там там тест inspect check да то есть вот эти глаголы action words очень важно выучивать на память чтобы они у вас были всегда на языке inspect all foundation brake components to ensure the rap function they are function correctly and not damaged or missing то есть проверьте что все компоненты основных тормозов то есть проверьте все компоненты основных тормозов чтобы убедиться ensure вот так пишется или мы еще учили make sure когда вы кто-то кому-то говорить или можно тоже ensure употреблять что они функционируют правильно корректно да или не не повреждены или кого-то чего-то не хватает миссии вместе назначает что-то где-то пропало или кого-то или чего-то не хватает слова сочетание некоторых словом break по типам тормозов с кем брейкс с образный кулачковые тормоза с кем брейкс или дисбрейкс это легко до дисковые тормоза watch breaks тормоз с колодками раздвигаемым клином и так дальше такие технические слова кстати хочу тоже сказать вам не стесняйтесь если я что-то какой-то перевод может быть и не совсем корректно даю ну скажем так не так как это в реальной жизни употребляется в русском языке то вы пишите в комментариях это я абсолютно нормально это воспринимаю чтобы дальше людям если мы будем говорить и казаться этой темы это я говорил правильно или как это мне даже самому интересно может быть русском языке есть какой-то тоже сленг на те или иные слова сочетание английский дальше поехали и мэнс он брейкс вайл драйвинг диме он брейкс вайл драйвинг нагрузка на тормоза во время вождения слова диме это очень тоже популярное слово используется она в основном как слова но спрос там или требовать надо но в техническом скажем так именно технических терминах именно по теме проверка тормозов пневматических но как бы переводится как нагрузка на тормоза то есть и когда вы будете может быть читать книжку по тормозам воздушным то тому пункт будет упоминаться что зависимости от того насколько машина загружена или перегружена или как быстро она едет меняется нагрузка на тормоза это так коротко например если предложением крысин халмач вейтпу я выехал керриц о хау фас ю драйв инкресиды диме он ее брейкс и сам это то что я сейчас только что сказал зависимости от того как тяжело насколько груза вы положили на грузовик или как быстро выйти увеличивается нагрузка на тормоза или вот еще по этой теме там до стопен дистанцию инкризис будущее время был инкресин пропорции туэнен крысин бекал вейт то есть тормозной путь увеличивается в зависимости от загруженности грузовика или транспортного средства а вот вот те обычные примеры когда я говорил переводы слова demand то есть i demand an explanation я требую объяснение айди мэн или там truck drivers a in high demand in canada truck drivers a in high demand truck drivers пользоваться высоким спросом в канаде правда это так и есть дальше словосочетание trailer корпус окла хэнс трейлер корпус окла хэнс соединительные головки или вот вот это слово употребляется в американском языке ну на сленге скажем водителя это называется glad hands как бы довольные ручки это по тысяч не такие разные цветов ну сильно головки на на в этих на проводах можно сказать ручки чтобы соединять страх с прицепом и их не тормозную систему и предложение вам даю как пример тюкан акция смаз би мэй чайный трейлер прайк систем что-то прайк систем об этом выехал что нужно соединить 2 2 тормозные системы трейлера и и и трактора да то есть и тут еще что мы есть пример дэйс капс маски капс клейн ингурь канди шансу их нужно маски то есть сломаст это вот такой модальный глагол я отдавал под некоторым видео то это по этой теме объяснение что это модальный глагол который должно быть это очень сильное слово которое говорит что нужно держать например вот эти соединительные головки в чистоте и хорошем состоянии ну еще один пример в интернет трейл и лайнс а кросс конекты датс реле брейкс был not work когда вы вот эти провода головками разного цвета вы перепутаете местами across connected какого здесь говорится то есть туда тормоза будет работать некорректно едем дальше тут тест дэйр тэн дрейн балл тутер тэнк дрейн балл с очень часто скажем так слово будет вам встречаться на слуху запомните его в данном случае видите как звучит как за окончание этом есть клапаны да а если один клапан там дал просто проверять сливные или дренажные клапаны воздушного бака и вот я вам даю некоторые тоже примеры со watch следите дэйр тэнк санечу это грейн балл спанчен коррект вы часто тоже запомните слову watch это употребляется что следите за чем-то за спуском например да из воздушных баков чтобы убедиться опять же словите повторять еще это сливные дрейнажные клапаны его работает правильно корректно то есть дрейн балл или he shot of the wealth he shot of он перекрыл клапан урок вел означает как бы вентиль да очень похоже на наше слово немножко был и клапан счетов это неправильный глагол но всегда во всех формах всегда звучит и настоящим прошлого времени звучит одинаково счет 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 три формы очень легко запомнить и счет об дал он данном случае он перекрыл вентиль и вот я вам считаю некоторые технические словосочетания сломбал вы можете дальше потом изучить посмотреть и выучить то что вам будет на данный момент очень важно что-то у вас останется в голове сейф типа очень часто да вот это на первом месте предохранительный клапан и так дальше едем следующим словосочетанием to inspect air brake adjustment to inspect air brake adjustment adjustment slow adjustment опять же такой длинные как бы оказалось кажется длинное сложное слово проверять правильно ли отрегулирована пневматическая система тормозов вот это слово и часто означает что-то подстраивает подгонять обычно подстройка какая-то до 3 или или регулировать данном случае и вот в один из пример что опять же слов масло употребляться брейкс мазбеки от пропалой и части пищу и чем бы пушу от строки из беденый отчастный мид что тормоза нужно хорошо отрегулировать всегда должны хорошо отрегулировать еще убедиться да то есть что каждый ход толкателя камеры в находится в пределах настройки пределах ведь и частный момент или вот еще один из примеров озвучу просто для вас остальные вы сами сможете уже почитать и перевести говорю если у вас какие-то будут сложности с переводом то вы обязательно пишите комментарии the engine only needed a minor adjustment например пришли механику и он вам говорит что двигателю только понадобилось небольшое скажем так корректировка регулировка постройки всем все нормально the engine only needed a minor adjustment то есть ничего особенно скажем ничего сложного или вот там еще одна дитярми определить и дитярми это определяет дает час ману имен подобрать чем бы тот лимита настройки для тормозной камеры определите лимит настройки для тормозной камеры то есть вам нужно но кто будет в этой теме проверки системы пневматических тормозов то вы понимаете когда наглядно что это такое вы знаете что нужно делать дальше такое полностью несколько новых слов вложил в это словосочетание чтобы как-то больше вам дать слова материала то есть спектр и брейк чем бурж драмс англорс осматривать камеры воздушного тормоза барабаны и роторы есть простые слова да а есть немножко может быть чем бурж чем бурж а драмс видите вот как транскрипция нам помогает читать это я вам всегда даю в транскрипции данный момент американский американскую транскрипцию американский способ чтения слова произношения слова вернее давайте рассмотрим некоторые примеры а идентифайд брэйк чем бурж сайт антайд а идентифайд брэйк чем бурж сайт антайд то есть определите скажем так который размер и тип в тормозной камеры а идентифайд похоже так флом дикер мы один дефайд тоже это action word это слово действие которое очень часто может быть употребляться идентифайд найдите определите потом инспект о брэйк чем бурж ченщины рано кракс анон манифактур холлс инспект ол брэйк чем бурж тинщу драна у кракс он он на инфактур холлс то есть проверьте все тормозные камеры чтобы убедиться опять видите слову убедиться повторяется что нет никаких кракс каких-то трещин или каких-то дырок или каких-то повреждений скажем так холст данность то есть называется какие-то пустых мест да то есть не приходит слова сейчас вам на ум быстро вот еще некоторые я вам даю также ну вот примеры словом чем бур в других таких жизненных ситуациях не технических например дыхать с по чем бурж дыхать с по чем бурж например сердце имеет четыре камеры наше сердце человеческое имеется ввиду еще слова сочетание словом чем бур алтаж чем бур тембара камера или чем бур а кистры камерный оркестр чем бур кистры после того как вы поводите автомобиль будете на выходных вы может быть сходите в костюм и всмок на камерный концерт или вот такое про деловое слово вернее употребление слова чем бур в деловом мире чем бур коммерс торговая палата торгово-промышленная палата чем бур а в коммерс и также если политическом политической жизни употребляется слово чем бур политическом словаре но мы не будем это затрагивая стараюсь просто вам не грузить не давать много вот этих значений все мы знаем что словам английский они многозначные имеет очень много различных значений я стараюсь именно касаться тех перевода которые понадобятся вам именно по этой теме и вообще жизнь не усложняйте свой английский язык говорите простыми фразами простыми предложениями я вам говорил раньше может быть упоминал что достаточно вам знать четыре времени таких основных там на простое настоящее простое прошлое время просто настоящий прозенцы пол потом по симпол дам потом простое будущее время фьючер симпол и еще продолжительное время там прессингом пиниста вот здесь мы будем оперировать такими данными названиями такими профессиональными и и делайте себе в предложение в это ну с этими временами и вас будут прекрасно понимать и вас язык будет достаточно такой и простой и понятный и несложный для вас даже я хочу вам такое сказать факт что google скажет так поднимает рейтинги те блоги на английском языке которые написаны простым английским языком на уровне девятого класса вот мы те статьи они очень на ура воспринимаются людьми несложные слова не какие-то там сленги так дальше последнее слово на сегодня это все кит сурки но это больше касается темы часто электрики схема цепь контур цикл сурки сурки давайте рассмотрим несколько примеров например don't over don't overload вот это тоже don't overload мы тоже кому-то даем инструкцию или приказания только в отрицательном значение don't тогда весь и мы помните я вам всегда говорю если там instruct identify test мы начинаем просто с обычного action word если хотим что-то отрицать не что-то делать не делать мы употребляем don't настоящем времени don't overload the lightning circuit circuit don't overload the lightning circuit то есть не перегружайте осветительную схему или до массы и осветительную цепь и так дальше the short circuit burn out the fuse короткие замыкания тоже в данном случае оно скажем так перегорел предохранитель из-за короткого замыкания скажем так будем мы немножко переводим по-другому да на русском языке да еще сергей burn out the fuse fuse это предохранитель данном случае ну я еще подал такое одно предложение слова circuit которые они касаются электричества это но больше как обычной жизни вывал тека и quick circuit of the park на этом случае мы делаем круг вокруг парка скажем так сергей это может быть как мы где значение круга оборота круг мы проедемся вокруг парк и так дальше то есть в будущем время вы уилл лотейк возьмем а quick circuit of the park то есть данном случае так и quick circuit мы возьмем крупа по вокруг парка если уже так дословно переводить и еще вам даю слова слова сочетания словом circuit supply circuit цепь подачи электропитания primary circuit привычный контур первичная цель этой словам пригодится и особенно это слово пригодится вам к потому что в автомобиле в траке тоже много есть электрический компонент там много есть проводов и вы будете это слышать на слуху и может что-то вам нужно будет объяснять используя это слово все на этом мы закончим на седьмой урок и именно вот эту тему проверки систематической системы тормозов и break system check и я еще раз напоминаю чтобы вы смотрели английский и учили английский регулярно по 15-30 минут смотрели потому что я вам даю в описании видео другие дополнительные материалы повторяйте предыдущие материалы слова вас есть много работы мы не думайте каждый раз это вас объем будет увеличить потому что эти уроки очень насыщенный интенсивный и вас будет все больше 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 материала для того чтобы вам работать учиться и повторять и практикуйте конечно же практикуйте свой английский и и письмо если не с кем поговорить практикуйте письмо чтобы если есть говорить говорите ну конечно же тоже слушайте смотрите где только угодно если вам нужно максимально быстро влиться культуру влиться в работу и быть успешны там я вас благодарю за этот урок спасибо что провели со мной время и до встречи на следующем уроке желаю вам успехов пока пока